Ребята, всем привет! Помните, мы начали осваивать программу Adobe Illustrator, рисуя самые-самые простые объекты. То, что мы уже нарисовали, сейчас находится перед вами. Кому трудно найтись на канале, оставлю в описании ссылку на данный плейлист. Конечно, лучше идти последовательно, но это не сильно принципиально. Затем, напомню, мы переключились на рисование комнатных растений, нарисовали 6 цветов, поговорили о важности контура и также о цвете в иллюстрации и имитации на какого-то минимального объема. Я заметила, что формат коротких уроков зашел на ура. Вы, мои дорогие, помогаете придумывать темы следующих сетов. Кстати говоря, свои соображения, пожелания и вопросы вы можете оставлять под видео либо в группе ВКонтакте или Инстаграме школы. Ссылки в описании. А мы сейчас продолжим. Глядя на наш вот этот вот эскиз, особенно на гриб, я решила развить тему осени и нарисовала дополнительные элементы. Так, вот они у нас здесь. Сейчас я это изображение закину в программу, но лучше предварительно, наверное, создам все-таки новый документ, файл новый. По параметрам пока что нам не важно, какой он будет, пусть будет даже веб-страница. Создать и методом перетаскивания я просто закидываю эскиз в программу. Это вы все умеете делать, он большой, поэтому за любой маркер с шифтом уменьшаем до пределов монтажной области. Палитра слои. Если каких-то палитр у вас нет, находится они в меню окно. Все вот эти палитры здесь. Палитра слои. И мы на этом слое, слой пока единственный, и объект единственный, мы его заблокируем. То есть видите, вот объект выбранный. Мы здесь поставим замок, чтобы он никуда не смещался. Создадим новый слой. Вот здесь, в палитре внизу, создать новый слой. Будем всегда находиться на этом слое и рисовать на этом же слое. Сегодня мы начнем, нарисуем веточку рябины. Как всегда, поскольку это иконки, да в принципе я работаю в таком стиле, мы видим простое в сложном. Поэтому в основе наших вот этих всех дел это дуги. Есть инструмент дуга, который находится вот здесь вместе с инструментом отрезок. Инструмент дуга. Напомню, что если мы рисуем с шифтом, то она рисуется строго вот такой четвертиный круг. Если мы рисуем произвольно, просто зажимая левую клавишу мыши, у нас рисуется вот такая произвольная линия, которую вы укажете программе. Конечно, нам удобнее сделать так, чтобы наши объекты были не черные, потому что не будет видно на эскизе. Эскиз, конечно, можно немножко прозрачнее сделать, но не суть. Так, пусть он будет синий и толщину контура немножко побольше. Ну, давайте вот 4-5 пунктов примем. Сразу оговорим оформление этих линий. То есть, наверное, удобнее сделать так. Либо мы оставляем вот такие обрезанные концы, либо делаем скругленные. То есть, если выбрали такой вариант, значит, мы делаем всегда такой вариант. Как любой другой объект, видим, что есть вот эта рамка, размерная рамка. Мы можем поворачивать нашу дугу и поднесем ее на место. И инструментом белая стрелка, ведь у дуги есть манипуляторы, то есть я выделю первую и последнюю точку, появляются манипуляторы. И мы с помощью этих манипуляторов нарисуем по эскизу первую веточку. И подтягивая точки, их перемещая, перемещая манипуляторы, мы рисуем нашу нужную нам вот эту дугу. Следующие объекты, либо мы рисуем заново дуги, либо мы дублируем. Дублировать можно не только дугу, но и любой другой объект, и группа объектов с альтом. То есть зажат альт, я перемещаю, и у меня объект дублируется. Поэтому поворотами, дублированием или рисованием заново мы сейчас составим вот этот вот набор веточек. Здесь, конечно, это иконка-иконка, но с ума сходить не будем, потому что можно было бы ее составить совсем максимально упрощенной и сделать все вот эти веточки только с помощью одной по рисунку линии или даже эта линия может быть вот этой четвертиной круга, как я сказала в начале. Но здесь я повторюсь, что я не буду совсем прям так это все утрировать, и пусть они будут разные. Здесь нам самое главное отработать все-таки разные инструменты, ну кроме того, что мы учимся стилизовать, то есть упрощать. Сейчас, друзья мои, я, конечно, поставлю на быструю перемотку, потому что смысла в этом нет. Еще раз дублируем с альтом, либо рисуем заново, и белой стрелкой, работая опорными точками и манипуляторами, перемещая их, мы рисуем веточки. Вот здесь, где линии касаются друг друга, чтобы хвосты вот такие неаккуратные не выходили, можно воспользоваться режимом просмотра каркасным, Ctrl-Y. Заходим в этот режим, и можно в этом режиме, то есть мы видим как бы остов, да, вот эти основополагающие линии. Берем инструмент белой стрелкой, вот так вот дотягиваем, чтобы все здесь вставало идеально. Ctrl-Y снова выходим из этого режима. Тут даже вот и то не идеально получилось. Проверьте еще, может быть, просмотр стоит. Привязка к пикселю не дает нам привязаться идеально ровно. В принципе, вот умные направляющие тоже нам подсказывают, что мы привязались ровно-ровно по линии. Итак, друзья мои, не меняя толщины линий, мы дублируем наши веточки. Ребят, ягодки. Буква L вызывает эллипс. Рисуем с шифтом, чтобы получить круг. По размеру давайте определимся на первой ягоде. Шифтом увеличиваем, то есть чтобы сохранить пропорции. Если будет у вас заливка, то не будет сложности со состыковкой вот этих вот объектов, потому что будет просто у вас объект залит. И также инструментом дуга мы нарисуем вот эту вот черточку внизу. Давайте нарисуем с шифтом и повернем с шифтом под 45 градусов. Поставим где-то здесь. Удобнее ягоду сгруппировать. Я выбрала этот объект. Дугу с шифтом выбрала круг и Ctrl-G сгруппировала. И таким же способом, как только что я рассказала, с Alt-ом, зажат Alt, мы дублируем ягоды и ставим их до привязки к веточкам. Видите, я даже опустила некоторые ягоды, чтобы у меня не было вот таких пересечений, потому что все-таки у нас иконка. И осталось дело за листиками. Листики, поскольку это иконка, мы упрощаем, потому что на самом деле у рябины здесь вот такие зазубринки, мы на это не смотрим, мы это опускаем, потому что это не самое главное. Самое главное все-таки именно в рябине это расположение листьев и их форма. Итак, чтобы нарисовать форму листьев, немного повторим, мы это уже знаем. Инструмент Ellipse, нарисуем с Shift-ом, и с Shift-ом и с Alt-ом продублируем сторону. Выбрали два объекта вместе с Shift-ом, пойдем в палитру создания контуров, и мы сделаем пересечение. То есть остается только то, что было на пересечении этих двух объектов. Сразу по оформлению, у нас еще этого не было, оформлению замкнутых контуров, лучше сделать однотипно с открытыми линиями, то есть здесь у нас скругление, углы тоже лучше скруглить. То есть видите, Ctrl-Z было и стало. Ctrl- минус отдаляемся. Заготовка листика у нас есть, единственное, что мы ее немножечко вот так вот растянем, сделаем более такую вытянутую. Веточка продублируем вот эту часть. Объект выбран, правая клавиша, трансформировать. Зеркальное отражение по вертикали, можно просмотр и обязательно копировать. Получился отзеркальный объект, мы его поворачиваем. Можно оставить по рисунку примерно так же, но вот здесь нужно сделать, чтобы была красивая состыковка. Вот можно тоже в режиме Ctrl-Y посмотреть и вот так красиво пристыковать. Ctrl-Y снова выхожу из этого режима. То есть давайте мы договоримся, пусть не совсем по эскизу совпадает, но мы уже эту линию не смещаем. А этот мы разворачиваем и ставим, наверное, немножечко поменьше, шифтом я уменьшу. Ставим по месту и подбираем нужный нам размер. Поворотами тоже работайте. Разворачивайте, поворачивайте. Ну здесь, конечно, здесь нужно в красивую привязку поставить. Поэтому, если удобно, тоже работайте в режиме Ctrl-Y. Ну пусть на самом деле тут прям не идеально по центру, ничего в этом страшного нет. И вот эти листики, давайте нарисуем их с помощью прямых линий. Давайте вот этот я продублирую. Здесь же в наборе инструментов есть отрезок. Нарисуем шифтом. Тоже, видите, я не догадалась, можно было заранее вот этот продублировать, когда он стоял ровно. Чтобы у нас это все идеально сейчас выровнялось. Но не в этом даже и суть. Так, заготовка есть. Смотрите, если нужно покороче, то делаем немножко покороче. Можно инструментом белая стрелка. Взяли точку и шифтом ее немножко уменьшили. То есть смотрите, насколько выходит линия за листик. Взяли два объекта вместе. Тоже Ctrl-J лучше сгруппировать. И уже поворотами. Давайте вот эти боковые немножко все-таки чуть-чуть поменьше сделаем. Шифтом. Ставим уже по месту. И еще немножко меньше. С Alt-ом дублируем группу. Ставим здесь вот по месту. С Shift-ом берем две группы вместе. Правая клавиша. Трансформировать. Зеркальное отражение. Уже отзеркалим вниз. По горизонтали обязательно копировать. И вот эти листья мы утягиваем вниз. Пока что вместе разворачиваем. И ставим по отдельности. Ну и развернуть можно тоже, в общем-то, по отдельности. И давайте сейчас наведем порядок. Сделаем, чтобы все красиво было в привязку вот здесь. Перемещаться можно инструментом рука по документу. Здесь тоже красиво вернем. Можно просто зажимать пробел, перемещаться. Так, Ctrl-J я отдаляюсь. Что-то непонятно, что здесь происходит. Где что. Так, этот листик у нас. Они вроде бы напротив друг друга, насколько я помню. Это тоже, да, особенность каждой веточки, каждого листика. Поэтому очень полезно, конечно, рассматривать, как устроено все в природе. Чтобы потом было спокойно можно рисовать, стилизовать и не думать, как сделать правильно. Вот, друзья мои, что получилось у нас. Вынесем на какой-то белый однородный фон. Ребят, на самом деле, по теме осени на канале уже есть несколько уроков. И чтобы мне не повторяться в данном плейлисте, вы, пожалуйста, посмотрите дополнительно рисование. Вот есть яблоко-груша и есть осенний пейзаж. Здесь уже, видите, с неким таким шумом. Да, очень интересные уроки. Ссылки на них я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Потому что в следующем уроке мы будем рисовать вот эту баночку. Варенье или баночка грибов тут решать вам. Друзья, мой урок получился немножко длиннее заявленных 5 минут. Но я думаю, что польза от него была. Спасибо за внимание. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока!